Это Трамп выяснили, или нет? Узбеки не верят, что Трамп проиграл, не проиграл, выиграл. Если Мексика-Аркали, Америка-крепка макшубы, то Мексика-Аркали. Я думаю, система улучшится. По крайней мере, вернется в те времена, которые были до Трампа. Это он, который не может отчаствовать в Мексике, америка-крепка макшубы. Умир, это участвует. Байден, президент Баганнекей, говорили, что в эту страну намного атака решили. Рапорация в 100 часах, в ассоциативе, Америка-крепка макшубы, америка-крепка макшубы. Как вы делали моего семей? на 8 марта. Мой совет, подождите еще чуть-чуть. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад вас видеть. Зайна. Спасибо. Бугунки интервью аркалы біз былваламыз. Узы Трамп юткізді ми, ё, ёк ма? Качан агерді оу юткіздіген босы, Байден расыман Американ президент болады. Кенгіссан, Америкадегі 12 миллиондан ібарат болган нелегавлар, худжат юглар үчін, қанақа зор янгеліклер болшы мүмкін, агерді Байден президент болса. Кенгіссан, Мексика білен Американ ортасыды, чігірі ді қопкеткен узбекларына тақтыры ныма болады, ва кенчалік Мексика арқалы кірпкелісі болады мү? Які ёк ма Америкаге? Кенгіссан, Долланд Трамп шынаға бір «паблік чардж» деген қанум кіген, агерді Америкаді стықамат күлеткен біз ватандашларымызда грейн-картас болады тұрып, агерді Байден президент болса. Президент Леген бірінші юз күнеді. Кенгіссан, Мексика ексклюзив, агерді Байден ексклюзив. Хорошо, что я сам работал юристом и учился на юрист в Узбекистане, поэтому, когда я смотрю новости, я уже понимаю, какова судьба Трампа с точки зрения юриспруденции, какова судьба Байдена. Но тем не менее, страна разделена на два мощных лагеря, трампистов и байденистов. Люди не верят, что Трамп проиграл, не проиграл, выиграл. Вот как американский юрист, я как узбекский юрист не имею права в этом заявлять, я могу свой личный меню только сказать. Как американский юрист, скажите, Трамп проиграл или нет? Ну, здесь даже не надо быть юристом, это здесь факты. Он проиграл по всем категориям, подтверждено уже всеми штатами, считали уже, пересчитывали. Подал он уже 56 исков, 56 исков во всех штатах подал, везде он проиграл, потому что никаких фактов, что выборы были украдены, не доказали. Поэтому это уже факт, это уже не моя как бы интерпретация, это 100%. Мы знаем, кто у нас будет президент, это было понятно уже довольно таки давно, но фактически это будет уже подтверждено сегодня электоратами. Сегодня выборщики уже в Вашингтоне. Да. Поэтому это уже не вопрос да или нет, это вопрос... Однозначно да. Да. И что будет потом? Юридическая точка к этому поставится предпоследняя сегодня, потому что сегодня 14 декабря, а последняя точка 6 января. Да. И Верховный суд уже сказал, что всё, здесь не на что смотреть. Верховный суд прикрыл все какие-то дополнительные легальные методы, какими бы Трамп мог бы перевернуть эти выборы. Да. Я утром читал его твит, он написал, что он разочарован в суде, особенно в Верховном суде. Понятно, в ком он разочарован, да. Особенно он их троих туда поставил, наделся, что они ему помогут, но они... Я думаю, он перепутал, наверное, США с некоторыми странами бывшего Советского Союза. Мне тоже так кажется. Он подумал, раз он поставил судью, значит судья, как раб-лампы, будет подчиняться не закону, а президенту, да? Это разные вещи. Он думает, как его друг Путин, наверное. А здесь, здесь не так. А он же любит с диктаторами дружить? Здесь нет. Здесь судья молодцы, они... Они руководятся за закону, да? Да. Если нет доказательств, если нет фактов, они хоть... Отлично. Если бы поставил Трамп, они решили... Хоть сам по-римски, какая разница, они подчиняются закону, правильно? Особенно, когда у них постоянное пожизненное место. И даже убрать никто не может, поэтому... И авторитетом соответствующим. Ну да. Окей, тогда я вам сейчас задам следующий вопрос, а пока вы подумайте над вопросом, я буду переводить наш ответ. Следующий вопрос по поводу массовой легализации, то есть так называемой иммиграционной амнистии. Хорошо? Хорбатый, друзья. Первый вопрос. Это Трамп ответил? Или нет? Байден президент был? Или нет? Потому что я был Узбекистан юристом, и я не могу понять это вопрос. Но Стеллис Матрицкий – Американский адвокат. Для статьи . В принципе, это не combination. Потому что он легко считает издачим себя. То есть, что «Трамп раз 수 break» Это ganит большие взрослые системы. Был, который юристicин innecesи, eti лицем выбранногоối в авторе posso оплачивать. Их переводит лицемền rises в Jay urine и переводится на то место 是 buckло. То есть, поэтому, конечно analyticamente начинется на тоwar эту тягут. Но нет, чтобы будет правдой президент, Америках межмассовщиков, которые не хотят, которые не хотят войти и по ним вместе с ним учатся. Америках межмассовщиков в этот раз, что судьи не хотят войти. Они не хотят, кто-то, 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 кто-то. И я решила это. что в третьем суде происходило, и это было рассчитано, что это будет предполагалось, и로 подкладывались. Сегодня я был в комментариях, и я был в комментариях. Сегодня, 14 октября и в его интервью, мы встретились с Вашингтоном и все выборцы на Вашингтоне. В этом году в следующем году, в следующем году, в 6 январе, и в 20 январе иннаугурация. Байден, президенту, в основном. Стэнлис Матрицкий. В Америке Кошмарштаде 12 миллион на арту нақануний иммигрант. Нақануний тарзу Америка дешеш естет. Улярген Сапатан, Канака, Янгель Клярвордшу Мукун, Янгель президент Байден Дан. Итак, пожалуйста, по поводу массовой легализации. Да, сейчас уже мы начали получать огромное количество звонков. Людей уже спрашивают, когда начнется массовая легализация. Все думают, что сейчас вот-вот начнут легализировать народ. Я не знаю, кто пустил эти слухи, но это действительно так, что Байден говорит в своей программе, что он хочет предложить закон о легализации 11 или 12 миллионов людей, которые находятся здесь или в нелегальном статусе, или просроченном. Но это как бы только то, что он может предложить, чтобы получить легализацию. Этот закон должен пройти Конгресс, что на сегодняшний день очень сложно. Легализацию пытался сделать и Обама, и Буш. Но Клинтону удалось это? Клинтону частично. Да, частично они дали варианты, как легализоваться, но не всем. Но это довольно-таки тяжелый процесс. Особенно, когда Сенат контролируется республиканцами. Недолго, я думаю. Там вот сейчас в Вирджинии будет два гола решено. И 5 января решится вопрос. Да, в Джорджии. Да, в Джорджии. Да, дай бог демократы выиграть. Да. То есть это, да, есть такое, что Байден будет предлагать. И он обещал это в течение 100 дней, предложить проект о легализации. Но если он пройдет или нет Конгресс, это на сегодняшний день пока тяжело сказать. Понятно. Так что, мы не знаем, что мы и нерезий в Сенат. Так что, мы не знаем, что мы хотим. Это всегда было бы, что это было бы, что было бы. Байден был очень выходом. Байден был в этом году. В первом году, который был в Кангреции, в этом году, когда он начал революцию, и он был в Конгрессе. Но он был в этом году. В этом году на этот год был главным президентом. Джордж Бош. И я не могу говорить о том, что в Конгрессе республиканских республиканских в республике не было, и они не было. Я не могу говорить о Бел Клинтоне. Но я не могу говорить о 5 январе. Я не верю в Конгрессе, но это не было. То есть, если объект был попросил окончании в 5. январе, в Европе , В этом случае, на конкурсе, журналисты-конгресса держат了 большие задачи. Но если Но если демократы выигрывают в Джорджии 5 января, шансы легализации намного больше, потому что все части конгресса будут контролироваться демократами. Если демократы выигрывают демократы, то демократы выигрывают контролироваться демократами, и Джо Байден выигрывает демократы. Спасибо. Следующий вопрос. Те люди, которые застряли на границе с Мексикой, между Мексикой и США. Естественно, мы их судьбу знаем, что с ними случилось. Многих из них вернули, депортировали, некоторые до сих пор в иммиграционных тюрьмах. Вот их ситуация изменится с приходом Байдена. Я сейчас переведу вопрос, вы пока подумайте. Мы считаем, что Мексика у нас не будет. Вот эта политика Трампа, одна из самых жестоких законов, который он ввел называется жди в Мексике. То есть люди, которые шли через границу, подавали на политубежище и их заставляли ждать в лагерях на границе Мексики и Америки. И иногда это месяц, два, иногда и пять, и шесть, где ты сидишь в очень нечеловеческих conditions, поэтому в условиях. И это одна из таких самых тяжелых политик Трампа, которая будет сразу отменяться, как придется Байден. То есть на сегодняшний день мы должны ждать, то есть пока еще 30 дней, чуть больше президент Трамп, изменений никаких нет. Но с момента, как придет президент Байден, это одна из первых изменений, которые он может вводить. И это изменение, это уже не через Конгресс, потому что Трамп придумал эту процедуру указом президента. В одностороннем порядке. Да, в одностороннем порядке, поэтому новый президент может также ее и отменить в одностороннем порядке. Поэтому я думаю, что довольно-таки скоро эта ситуация на границе с Мексикой поменяется в лучшую сторону для иммигрантов. И вот у нас много клиентов есть, которые тоже думают пытаться зайти в Америку, просить политубежища на границе с Мексикой. У них такая тяжелая ситуация, что другого выхода нет. И мой совет, подождите еще чуть-чуть. Подождите еще хотя бы до инаугурации нового президента. Которая состоится 20 января. Думаю, что это то, что Трамп, что в первую очередь есть один закон, кто мне может быть в Америке? Если это не в Америке, то, что у Мексика нужно будет делать крючок. В 1940 года, человек человек будет делать крючок в 6 месяц. И если у него не будет крючок в конгрессы, то он должен принять у президента. Президенту на границе. Я не хочу сказать, что всех начнут впускать автоматически, то есть бегите на границу, но что этот процесс будет проходить в более гуманной форме, это да, скорее всего вернется до того, как был, когда был президент Обама и вице-президент Байден, люди, у которых были веские причины, проблемы, им давали возможность представить перед офицером, пройти интервью, если вам верили, что у вас есть какая-то причина веская, по которой вы не можете вернуться в свою страну, вам давали возможность представить свой кейс перед судьей, то есть не то, что всех начнут впускать автоматически, но я думаю, система улучшится, по крайней мере вернется в те времена, которые были до Трампа. Я смотрю один канал, пророссийский в Америке, в Майами, и они, когда об этой новости делали сообщение, говорят, республиканцы переживают за то, что Америка станет, что США станет Америкастаном. Я так сказать, они, республиканцы даже не знают, что есть такое слово Америкастан, наверное, они сами переживают за то, что так получится. Хорошо. Так, что мы сделаем это вот, что он в России, он легко готовит, что человек может найти америкасти, который хочет умерть на Мексике, америка. Это очень полезно в России, что он может быть в Европе, как она своими качествами. Если они все, что они должны относиться в Америки, которые не будут в России, будут в России, для этого, И главный вопрос по поводу паблок чардж. То есть, когда закон, который ввел Трамп, когда мы, иммигранты, у которых есть грин-карты, они пользуются теми или иными льготами государства, им не продлевается грин-карта и им не выдается гражданство. По этому поводу сейчас переведу вопрос, а вы пока подумайте насчет своих комментариев. Это закон Public Charge, это опять же закон, который Трамп ввел в одностороннем порядке, не подписанный Конгрессом. То есть, ожидание того, что президент Байден, как придет в офис, он его также отменит в одностороннем порядке. Но очень важно на сегодняшний день, этот закон уже приостановлен, этот закон вызвал столько много судебного процесса, исков, его то останавливают, то опять разрешают применять. На сегодняшний день в штате Нью-Йорк, в штате Нью-Джерси, опять приостановили, буквально два дня назад подписал судья указ, чтобы этот закон не вступал в силу и не требовать у людей этих доказательств. То есть, платили они бенефиты, брали бенефиты. То есть, на сегодняшний день это приостановлено, мы не должны уже подавать эти все бумаги, объяснения, доказательства. Почему пользуются этими льготами? Да, на сегодняшний день это приостановлено, и скорее всего, когда Байден придет, оно будет отменено. Да, это приостановлено, да. Байден вадебердит президенту, но и кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей. Байден вадебердит президенту, но и кей-кей-кей-кей. Байден вадебердит президенту, но и кей-кей-кей-кей-кей. А вот по поводу того, что есть, касательно нас, иммигрантов, что нас ожидает? Сейчас переведу вопрос, вы пока подумаете. По-прежнему, Джо Байден вадебердит президенту, но и кей-кей-кей-кей-кей-кей. За первые 100 дней у него на его тарелке первая задача это пандемия, вторая это экономика, поэтому у него да, планы на первые 100 дней, смогут они что-то ввести в силу или нет, это под вопросом, потому что как Байден и его команда говорят, первое на чем они будут концентрироваться это экономика и пандемия, потом уже климат и миграция, то есть это их... Климат и миграция, в таком порядке, да? Да, но планы, которые они объявили, которые они хотят ввести, самое первое это отменить все указы президента Трампа, в основном которые касаются политубежища, виз и остальных ограничений, которые Трамп ввел на легальную и нелегальную иммиграцию. И указ о семи мусульманских стран? Да, это тоже будет отменено сразу, то есть все эти указы президента, это во-первых потому что это самое быстрое, что Байден и его команда могут сделать, не обращаясь к Конгрессу, это отменить указы президента, которые ввели в одностороннем порядке. Второе, будет предложение о легализации, как мы обсуждали, говорят в течение 100 дней, посмотрим если у них получится, но как минимум они выдвинут какой-то закон, какое-то предложение. И потом третье, обещают, что будут какие-то дополнительные визы для выдающихся людей, для бизнесменов, для инвесторов, для работников в агрикультуре, то есть будет как минимум какое-то предложение расширить, расширить возможность людей въехать в страну легальным путем. Спасибо. Демок, Байден бэйдэн бэйдэн чэ, 100 кэнда президент богин пэйттэ, бэйдэн чэ волыб о пэндэмия масаласын халкылыш кэрэк. Игэнчэдэн, иксадийаттэ, чёнки пэндэмиядэн кэндэмэйтэн кэндэйтэ, чудикаттэ муаммалар бар, кигэн климат масаласыдэ, ва кигэн эмиграция масаласыдэ. Демок, бэринчэ ухыледгэн ишэ, трампны, демок, иммигрантлэргээ кэрши болгэн бэртамаламы формаларыны бэйкар кэлэш. Яны, визэлэ алэш бойычэ, калэверсэ, сиаси башпанасораш бойычэ, ва мусулман даулатлэргэ болгэн запретны алыптэшаш бойычэ. Бэрэрэрээ уны сэ тэмэдэн бэртамаламы кээээнэ бэртамаламы кээээ бээээ sensee болады. Вон PAR. Вэнэгээээ, 100 кэнээчэ, уээгэээнээу кэнгрээээээ лэгээллашты лишь бойычэ,rigээээээээ нээ биэээээээ. Охээээ 12 милыйон одамы, бэээээээээээ. Например, экстра-артинарщавскор, дебилкор, инвестор, фирменутору, требования forthcoming беремокheldов, кислородные группы. Мы должны быть в порядке президента Байдена. Есть еще дополнения? Нет, я надеюсь мы вернемся в... Когда примерно? Надо уже подождать, когда будет президент, 30 дней. Окей, 20-го ядваря он будет, то когда? Через месяц можем? Через месяц. Давайте в марте, на самом случае, да? Женщинам сделаем подарок на 8 марта? Это да, ещё такой подарок. Да, детским женщинам сделаем подарок. Обязательно. Что такое семья? Это в первую очередь женщина, мать, супруга, поэтому мы им сделаем подарок на 8 марта, уже такое интервью, где уже у Байдена будет принято определённое решение, и их можно уже будет обсуждать, комментировать и говорить вот этот закон принят, вот этот указ отменён, вот этот указ дополнительно введён. Да, обязательно. То есть это будет более конкретно. На сегодняшний день мы только предполагаем, что будет, что он сможет сделать, что он хочет сделать, а уже в марте мы будем знать более конкретно, что действительно его команда ввела в силу. Отлично. Угрубатые дёсты, кинги интервью, мы марта ой-лэрге, тахминан балькем 8 марта, узбек ай-лэр учун бэр байрам сфаты да савуга учун куламызе. Чунки у шапайта конкрет иенгелек лэр чыгады, конуны лэр чыгады, форма лэр чыгады, ва манашу форман чыгады. Мамба форман бекар калымды. Мамнака иенгелек лэр бар. Дэмэк бэр факт-лэр бэн, сэлэр гэлтар бэр Кэрэштим. Ну что, спасибо вам огромное. Был очень интересно. Как всегда очень информативно. Спасибо вам. Хорбатый дёстлэр, Уш бұ видео ва интервью сэлэр гэо қамбасы. Битті лайк сэлэрдан олгылып кэтсэн. Ди файк бэлэн адаштарма гэн қалды. Если дубатыман, бізді иенге 2-тек каналдар бар. Мистер Атебек интервью. Уэр дээн эксклюзив сэлэрлэн көршейді мүмкін. Ва Мистер Атебек таймэс уэр дэ. Премьера ва. Ушы канавлэргэ. Ушы канавлэргэ. Дэмэк сэлкэлэр нэ. Мэн сэлкэ сэлкэ сэлтэддэ. Ушында ақына өтіп көршейді мүмкін. Ва бізді Ассасий каналгээ. Мистер Атебек ТВ каналгээ. Дэмэк уш бұ видео нэ тэгэдэ. Қызыл түгімэчэ бар. Узбэтлэ дээ гэзэлгэн абэнэ бөлэш. Ушында ақына басып көйселі бөл. Ушында ақына басып көйселі бөл. Ва алды да қоңрақ чээн бар. У қоңрақ чээн бар басып көйселі. Хар сэфар біз яңге видео көйген байтымызды. Сыздыларгэ хуш хабар келады. Мистер Атебек ТВ канавыда яңге видео көйілді. Мистер Атебек ТВ канавыда. Ва Нью-Йоркта адвокат Стэнлейс Матриткин офисыды. Корешкэнда, корешkunча. Соломат болилар.